Приветствую вас, дамы и господа! Пришла весна, а это значит, что пришло время прятать наши зимние объемные пуховики подальше в шкаф, а вместе с ними и насыщенные густые парфюмы. Сегодня я вам расскажу про 10 люксовых ароматов, которыми я буду пользоваться этой весной. Многие из них уже проверены временем, многие из них я заимел в коллекции относительно недавно, но я успел их уже разносить и сложить какое-то впечатление о них. Поэтому сегодня я вам расскажу об ароматах, которые буду носить я, и, соответственно, я их и могу порекомендовать и вам. Ну что, добро пожаловать в мир благоухания и незабываемых альфакторных открытий. Сделаем первый вдох. Весна – это такой переходный момент, когда в начале еще холодно, да, в начале весны, когда переходная стадия из зимы-весну, а ближе к середине и к концу начинается жара, то есть лето. Вот, и какой парфюм носить – возникает вопрос. Вроде хочется чего-то согревающего в начале, но одновременно хочется чего-то и свежего, ближе к середине и к концу. Поэтому сегодня в подборке будут ароматы, которые отвечают всем этим вопросам. Я не делил их по каким-то критериям... Каким? Короче, я разделил их по критериям стоимости. Начинаем с самого дешевого парфюма и заканчиваем самым дорогим. Начнем с первого аромата. Это будет Бальдессарини Амбри. Это самый дешевый парфюм из сегодняшней подборки. Стоит примерно в районе 35-40 долларов. Но за свои деньги, честно, выдает такое звучание интересное. Чем он пахнет на старте? Чувствуется легкая кислинка. Она одновременно и освежает, и бодрит. В раскрытии чувствуется чуть-чуть сладости, но она умеренная. А вот спустя какое-то время именно на коже парфюм начинает раскрываться кожанно-животными нотами. Вообще, парфюм на тему Амбры. Амбра не та, которая серая животного происхождения, а Амбра, которая смола, если кто не знает, янтарная смола. Ой, вот эта смолистая сладость, она начинает разбавляться кислинкой от яблока и дополняться немножко пряностями, кожей и животными нотами. Парфюм стоит, как я и сказал, копейки, но за свои деньги действительно пахнет очень приятно. Он достаточно шлейфовый, за счет того, что у него легкие ноты вверхах, то есть за ним остается неплохой шлейф. По стойкости, что можно сказать, он на мне держится примерно часов 5-6. Многие жалуются, что на моей коже он 2 часа сидит, честно, ну, блин. У него довольно-таки сладкая амбровая база, поэтому он должен нормально держаться. На моей коже 5-6 часов. Бальдисорини Амбри, самой дешевой сегодняшней подборки, советую. Парфюм номер 2. Это классика, которую многие знают. Хотя есть такие люди, кто еще с ним не знаком, это Лолик Онкер Нуар. О, классическая чернильница, классический мужской аромат. Вот многие говорят, что он подходит на осень. Для них он такой нуарный, это аромат дождя, в общем, какой-то мрачная атмосфера. На самом деле для меня он не такой. В нем чувствуется немножечко нуарность, но она не перебивается. Чем-то другим. Короче, чем пахнет для меня? Аромат, безусловно, на тему ветивера. Это трава, кто не в курсе. И он разбавляется легкими хвойными аспектами. По пирамиде там заявлен кипарис, но я все-таки чувствую что-то хвойное. Типа можжевельника, что ли? Можжевельник это хвойное или нет? Наверное. Можжевельник это ягод. Ай, это ягод. О, господи. Короче, что-то хвойное чувствуется. Как многие говорят, аромат пахнет распаренным банным веником. Вот. Я его люблю носить в весеннее время. И вообще он, кстати, на лето подходит. За счет того, что у него есть ветиверовая кислинка, он не пахнет как-то, скажем, густо, не слишком тяжело. Для меня он все-таки более легкий. А вот версия Эликстрим, это уже для меня более осенне-зимний аромат. Есть еще версия Спорт, но она хорошо на лето подойдет. Но классический лолик я люблю носить весной. Все-таки классика есть классика. Советую. Аромат номер три. Это моя недавняя находка. Недавняя, недавняя. Это Трусарди Сент оф Голд. Честно, я этим ароматом очень горжусь. Как я говорю, что для меня это один из лучших люксовых бюджетных парфюмов. Чем он пахнет? Это настолько нестандартная композиция. Я, честно, ничего подобного не встречал. На старте чувствуются фрукты. Тропические фрукты. То есть сладость. Далее в раскрытии начинает проявляться легкая фиалковая пудровость. Немножко замши. И какие-то дополнительные пряности. Еще здесь слива чувствуется. Точнее чернослив. Аромат мне напоминает немного Том Форд черную орхидею. Немножко Амуаш Форт Рейл. Немножко Диор Ом Парфюм. Ну, короче, он собрал себе все самое лучшее из люксовой и нишевой парфюмерии. И, скажем, в симбиозе получается Труссар Дисент оф Голд. Стойкость. Не дам соврать. Часов 12 на моей коже. А то и больше. Ярко выраженный шлейф. Получал на него комплименты. Стоит в районе, ну, 50 долларов. За флакон 100 мл Труссар Дисент оф Голд. Неистово советую. Четвертый аромат в нашей подборке. Это вот такой вот замечательный черный медвежонок от Moschino. Ух, той бой. Что можно сказать про этот парфюм? Я приобрел его к себе в коллекцию недавно. С ароматом знаком давно. Но в коллекцию приобрел недавно. Честно, я просто им восхищаюсь. В чем его особенность? Когда его наносишь на блотер, в нем не чувствуется перечность. Точнее, она не такая выраженная. Но когда ты его наносишь на кожу, у тебя просто какой-то перечный взрыв происходит. Как будто ты открыл перечницу, вот так вот вдохнул и все. И хочется чихнуть одновременно. Перечный старт, он уходит спустя буквально там пару минут. И начинает раскрываться роза. Объемная просто. Аромат становится каким-то объемным, воздушным, озоновым. Ты вдыхаешь его и создается впечатление, как будто тебе воздуха не хватает для того, чтобы сделать полный вдох. Настолько он объемный. И в сердце чувствуется груша. Здесь еще, конечно, дополнительные ноты есть. Но основа это все-таки перец. Объемная роза, такая озоновая, свежая. И немножко груши сладости. Очень сексуальный аромат. Тоже стойкость у него приличная. В районе там 10 часов. И ярко выраженный шлейф. Кстати, в базе он начинает пахнуть таким амброво-перечным звучанием. Точнее, начинает проявляться амброво-перечное звучание. Чем-то напоминает Монталь Интенс Пеппер и Монталь Амбер Спайси. Амбер Стай. Не помню точное название. В общем, Moschino Toy Boy советую к покупке. Универсальный аромат на каждый день. Пятый аромат нашей подборки. Это тоже классический мужской парфюм. Альфа Данхил Айкон. Классическая версия. Оу, бой. Настоящий брутальный паренек. Чем он пахнет? Композиция на тему цитрусов. Это апельсин. Немножко цветов апельсина, то есть Нерали. С древесной базой и с пряностями. Здесь чувствуется и перец, и немножко кардамона. Композиция одновременно и свежая, и слегка пряная, и слегка сладковатая. Чем мне нравится этот парфюм? Вообще, он круглосезонный. Его круто носить и летом, и зимой, и осенью, и весной. Кто-то пишет, что летом, ой, он меня душит. Ребята, да вопрос дозировки. Сделайте один-два пшика, никого он не задушит. А, кто не знает, если носить его в теплое время года, опять-таки, это весна и лето, он начинает в шлейфе отдавать легким виноградным аспектам. А в зимнее время года он начинает раскрываться немножко цитрусово-древесной базой. Но мне вот лично нравится его носить в теплое время года. Вот этот виноградный шлейф, он такой достаточно манящий. Поэтому Альфред Данхил Айкон советую на весну. Отлично подойдет на, как на начало, точнее, весны, так и на середину. И, наконец, Альфред Данхил Айкон. Классика на все времена. Шестой аромат в нашей подборке, за который многие меня сейчас могут освистать, сказать, фу, да он уже устарел. Это какой-то дедовский вонючий парфюм. Но я с вами не соглашусь. Carolina Herrera 212 Men. Это просто что-то невероятное. Это в своем роде уникальный свежак, потому что такого звучания нет ни у кого. Это одновременно и цитрусовый аромат. Но эту цитрусовость разбавляет... Цитрусовость? Извиняюсь. Эту цитрусовость... Раз, два, три. Цитрусовость. Эти цитрусы разбавляются траменистыми нотами, зелеными, объемными. И аромат получается слегка сладеньким, потому что там еще в пирамиде заявлены пряности, типа кардамона. Там еще ладан заявлен. И вот поэтому я рекомендую его носить именно в весеннее время. Скажем, середина весны и конец весны, когда уже начинает теплеть, он будет отдавать невероятным шлейфам. Вот оператор не даст соврать, его отец пользуется этим ароматом всю жизнь, и он не может найти себе замену, потому что вот такого звучания нет ни у кого в люксе. Да, возможно, он старый заезженный, но как он пахнет? Честно, ребята, девчонки с него просто выпадают. Кстати, кто говорил, что нельзя растирать парфюм? Кстати, я как-то это говорил. На самом деле можно растирать, потому что при растирании мы просто ускоряем процесс испарения, и у нас верхние молекулы просто быстрее уведут. Но парфюм мы не уничтожим. Молекулы у нас там не разотрутся в квилисте, если что. Короче, Carolina Herrera 212 Men я советую. Это классика, проверенная временем. Лучший свежий аромат в сегменте люкс. Prada Lunarosa Ocean. Это мой первый флакончик, который мне прислали представители бренда, но он попал в подборку не из-за этого. Мне действительно нравятся ароматы от бренда Prada, потому что они в своем роде тоже уникальны из-за пудрово-ирисового звучания. Но чем меня зацепила версия Lunarosa Ocean? За счет своей базы, в которой начинают раскрываться кожано-карамельные аспекты. За счет этого аромат на летнее время скорее будет немножечко душить. Вот этот порошково-кожано-карамельный аспект он может немножко подзадушить при большом нанесении, конечно. В умеренных дозировках на весеннее время это просто идеальный универсальный пахунг, который отлично подойдет на повседневную носку, на работу, на учебу, куда бы вы ни пошли. Если вы хотите пахнуть чисто, свежо, элегантно, с легкой изюминкой, сладковатой, вот Prada Lunarosa Ocean, советую. Действительно нестандартная композиция. В принципе, вся линейка Lunarosa интересная. Но вот это меня в последнее время прям заинтересовало. Советую. Восьмой аромат нашей подборки это, как ни странно, Джорджо Армани Аква Диджио версия Профонда. Этот флакон мне тоже прислали представители бренда. И чем он меня зацепил? Тем, что у него в звучании есть розмарин, который разбавляет акватические ноты. А помимо этого в базе у него есть немножко амбры. И в сочетании с амброй и розмарином аромат звучит нестандартно. Немножко так томно, я бы сказал, густо. Вот. Вообще, линейку Аква Диджио тоже очень люблю. Классическая версия. Мне она до сих пор нравится. Версия Профума в черном флаконе. Профонда я тоже его давно знаю. Просто представители прислали мне флакон. А у меня есть в наличии версия 22-го года. Оде Парфам. Но Оде Парфам я бы советовал носить именно в летнее время года. А вот этот на весну будет идеален. У него такой прикольный шлейф. Действительно, розмариново-акватический. Ну, нестандартный на самом деле. Поэтому Аква Диджио, версия Профонда, советую. Девятый аромат нашей подборки. Честно, один из моих любимчиков. Это Cartier Declaration или Declaration версия Парфюм. Прошу заметить, не туалетная вода. Почему именно Парфюм? В весеннее время года версия Парфюм вообще идеально звучит. Она хорошо подходит на начало. Примерно месяц март и середина апреля. До середины апреля. У него достаточно плотное звучание. Чем он раскрывается? У него в старте чувствуется горький апельсин с пряностями. Знаете, как будто вот вы взяли апельсин, разрезали его. И в него начинаете натыкивать какие-то пряности. Типа, знаешь, немножко гвоздики, немножко перца, немножко мины какого-то. И это звучит достаточно густо, достаточно пряно. Но оно не будет душить, если вы будете соблюдать дозировку. Это максимум два распыления. Вот сюда и сюда, на шею, по бокам. И все. И за вами такой шлейф красивый. Он звучит благородно, он звучит статусно. Он звучит одновременно и согревающе, и немножко освежающе. Поэтому Cartier Declaration в концентрации парфюм советую на начало весны и на середину. А туалетную воду рекомендую носить в более жаркое время. Это май и начало лета. И последний аромат в нашей подборке, скажем, тяжелый люкс, это Tom Ford версия Noir классическая. Почему именно он? Объясню. Он с флаконом, да и в распылении начинает пахнуть фиалкой. Такой слегка пудровой фиалкой, которая немножко подслащена. А также чувствуются цитрусы. Цитрусы разбавляют верха, чтобы аромат не скатывался в чистую приторную пудру. Но я скажу, что шлейф за ним остается просто невероятный. Я, кстати, во время съемки заметил, что Trussardi Sand of Gold имеет сходство с Tom Ford. Но, извините меня, примерно 50 долларов цена за флакон и примерно 150-200 долларов за флакон. Они схожи, у них одно направление, но все-таки ароматы сами по себе разные. Этот более сладкий, этот более такой томно-брутальный. Поэтому Tom Ford версия Noir классическая советую на весеннее время. Что можно сказать в конечном итоге? Эта подборка идеально подойдет на весну, скажем, на начало весны. Здесь есть ароматы, есть ароматы, которые подойдут на середину и на конец весны. Она максимально универсальная. С этими ароматами вы будете получать комплименты, потому что они не обладают какой-то суперсложной пирамидой, но при этом звучат очень благородно. Ценовой диапазон абсолютно разный. Начинаем с 30-35 долларов. Вальдосарине за эти деньги можно купить. И заканчиваем Tom Ford. Ну, ценники Tom Ford все прекрасно понимают. Поэтому, ребята, пробуйте, носите. Некоторые из этих ароматов можно носить даже и в летнее время года. Спасибо вам за просмотр, дамы и господа. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие ароматы из этой подборки вы знаете, какие у вас есть в коллекции, с какими вы не знакомы, что хотели бы попробовать. Также пишите в комментариях видео, которое вы хотели бы увидеть на этом канале, а точнее темы, на какую снять видео. Вы поняли? Все, спасибо вам за просмотр еще раз. Всего вам самого наилучшего и ароматных дней. Кстати, рубрика «Лучший комментарий из-под предыдущего обзора». Вот он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова